Песни «Гур» слышны еще до официального открытия фестиваля. Не дожидаясь приглашения на сцену, многие артисты музицировали прямо в фойе. Патина Сераева распевает старинную аварскую песню. В ней нет припева, только три куплета о любви. Она настолько воодушевляет, что исполнять ее, не закрыв глаза, не получается. Сейчас все поют же фонограммы. Наше искусство уже испортили. Фонограмма, фонограмма, все же поют фонограммы. Я хотела бы сейчас все переживем. А слепительного света софитов и ярких декораций, как на музыкальном шоу «Битва хоров» здесь, конечно, не было. На сцене лишь баннер с названием конкурса и несколько микрофонов. Спецэффекты только отвлекли бы зрителей. А тут ведь надо сосредоточиться и задуматься над смыслом песен. Они старинные народные, обо всем. О любви к матери, родной земле и природе. Солисты хора «Эрпели» на Кумыкском называют их «Бозаир». Петь чисто и слаженно хористам удавалось и без дирижера. Звуки кумыкских иров, то есть эпических песен, настолько цепляли душу зрителей, что многие пытались подпевать артистам с места. Петь чисто и слаженно хористам удавалось и без дирижера. Громкими аплодисментами зал встретил Латипа Шаипова. Он первый, кто попытался исполнить песни Татама Мурадова. В стихах известного композитора и музыканта, говорят, кумыке заложена светлая лирика и глубокая мудрость. Я считаю, вот айсберг дагестанская, я не знаю, эстрада, вокальное исполнение дагестанское, а вершина этого айсберга, я считаю, вот говорят, юбилей Татама Мурадова 110 лет и прочее, я считаю, до сих пор вот этой вершины Татама Мурадова еще никто, наверное, не уберет и не убрал. И не уберет, наверное. А мое стремление стремиться на эту вершину, только тогда я считаю себя нормальным исполнителем. Праздник народной музыки сегодня нужен, считают артисты, ведь только он помогает возродить любовь к родной национальной музыке и немного отойти от стиля R&B, попсы и рэпа. Ватимат Гусейнов, Альдар Ибрагимов, Руслан Касумов. Время новостей. Буйнакский район.